доброе утро доброго времени суток у кого какое время потерялся кусок видео у меня из предыдущего выставленного покупки я там не заметила что мой улов не присоединился видео сейчас я сделаю за последний этот период в таком случае уже все вместе объединю я вчера как раз стирала это я покупала месяца два назад уже стирала несколько раз и вчера позавчера поставила пятна очень большое жирное я ее дома нашу и стирала все отстиралась делала такую кашицу из соды и мыла хозяйственного так это я купила позавчера себе до пару дней назад в общем то я купила себе вот эту штучку штором не некуда ставить манекен чтобы не таскаться с ним вот такую штучку я себе купила укороченный рукав тоже совершенно новая на ней висели хочу сейчас одеть она еще сыроватая по моему на ней висели пластиковые эти хвостики уже без бирочек но я поняла что она новая сейчас его расстегну покажу такая она на длинненько идеально сразу я сразу смотрю под руками швы это будет сразу видно особенно кто умеет шить хоть немного тут сразу поймет но тут она уже после стирки видеть она новая сейчас сниму и покажу еще раз ее банита смотрела я в интернете ну не знаю цены такие разные непонятные где-то не дешевые где-то дешевые я так понимаю дешевые на ул икс там где секунда видимо продают ну вот такая она сзади очень красивая стройник постараюсь еще раз на себе заснять это из того как раз улова который я говорю что пропал не присоединился кусок я купила его себе жилет сделать квилтинг тоже он новый совершенно я его просто перестирала еще раз чтобы он окончательно уселся я сейчас занимаюсь своим здоровым питанием я похудела похоже что буду просто на себе ее носить так но очень хорошо начинает на мне сидеть изумительно просто поэтому наверное я не буду делать из нее квилтинговый жилет а сделаю на ней вышивку я или по спине или вот тут по бокам сделаю вышивку машина и буду носить так у меня есть я сейчас покажу вот такой кусок ткани здесь два куска я тоже их купила в секунде это просто два куска ткани они с небольшим дефектом вот такие непрокрасы но я хочу сделать из них такую пышную юбку это прям такой катон джинс я не знаю костюмное что-то я хочу сделать такую юбку из прямо из этих двух кусков в крупную складу и пусть она меня полнит зато я хочу такую юбку и как раз под тот жилет пойдет и если я выше его таком цвете цветы будет комплект и это как раз те покупки которые не вошли к тому видео в который потерялся который кусок в общем-то это рубашка мне для квилтинга для правильно да квилтинг лоскутное шитье господи мне так удобнее говорить я люблю русскими словами говорить я покупаю рубашки именно для лоскутного шитья для рукоделия когда мне нужно что-то там оторочить обшить и рулик сделать этому же все постирана ждет переработки и вот эта рубашка была пиджачок или что-то такой девичьи я тоже за ткани купила именно мне для рукоделия нужно на кусочки тоже вот такая на ней этикетка здесь срезана этикетка но насколько я знаю обычно такие если высокие какие-то марки как правило срезают может быть я ошибаюсь у нас есть любители поправить тех кто ошибается в этом пожалуйста есть повод это я купила вот буквально позавчера на вес сейчас я покажу вот эти три рубашки то я уже все перестирала и вот этот шарфик это все я для рукоделия я коврики дело мне нужен на балкон коврик мне собаки нужны коврики я для пробы делаю для выкроек что-то там режу кромсаю не жалко выбросить но не в хорошем состоянии в отличие рубашечная ткань и все знают очень хорошего качества всегда не линяет на обтачке очень хорошо идет а это шарфик в общем за вот эти три рубашки вот которые вот три рубашки и этот шарфик я отдала 13 рублей шарфик я купил именно из-за этого кружева тут получается по 25 сантиметров я померяла 50 сантиметров я бы за 13 рублей такого кружева точно не купила а мне на пригодится я сумки летние люблю разные себе шить ну не знаю мало ли куда я хочу наволочки на подушках обновить на диван я постоянно на них трус собака моя любит играть драть поэтому мы часто меняем как раз мне туда и подойдет и еще я вот такие брюки купила брюки совершенно новые я их постирала но они вот тут даже видно были с ценником то есть с магазинным ценником брюки новые размер на меня маленький я купила из-за вот этой вышивки и подумала что я смогу пошить из них сумку именно с этой вышивкой а теперь я смотрю вышивка такая классная это из дорогих брюк имя этим брюк я просто знаю что вот эти вышивки вот эти нашивки они дорогие если их сами по себе покупать поэтому это фабрично их пришивка или как сказать использование и вот я думаю снять аккуратно и куда-то использовать отдельно ну то есть пошить и может быть даже из этих джинсов пошить сумку а потом пришить или все таки разрезать по шву и моделировать сумку но это получается огромная конечно тогда придется вот эту часть вот эту часть она из частей видите каждая роза отдельно каждый букет отдельно в общем я еще буду думать мне не хочется резать и нарушать поэтому как-то нужно будет это все аккуратно распределить и эту вышивку чтобы она по сумке распределяла сумка конечно будет шикарная если это будет сумка будет шикарная сумка может быть я все-таки куда-то использую еще подумаю подумал вот такие брюки в общем то еще это вот когда я покупала этот жилет и я там показывала блузочка полосатая рубашка но это все для для моих фантазий рукодельных единственно вот этот жилет я сейчас я уже говорила я похудела и он на меня как раз он новый тоже он был с ценником совершенно новый я смогу его носить у меня есть из чего пошить юбку это уже все показано если меня как всегда цех это я буду делать украшения из натуральных платков да это у меня заказ это не не секунда сейчас секундочку покажу как это будет к этому платку вот это сердцевина к этому платку вот это сердце и набрать такая вот красота и тут у меня видите цех здесь у меня компьютер сразу я тут работаю здесь у меня всякие материалы для ногтей еще всякие штучки это у меня вышивальная машинка верлок там у меня тоже нитки стоят в том шкафу это я покрывала делаю это наволочка для внука это изнаночная сторона покрывала это вот покрывала я ему доделываю это тоже у меня швейная машинка там у меня видите мое рабочее место оборудовано а это я тоже купила секонд-хенде то я хочу не то блузку сделаю не то большую сумку я еще подумаю может быть вера блузки сделаю налита в общем еще думаю вот такие мои покупки вчера у нас была не то гроза с молнии не то это нас опять по окраинам прилетала у нас страшно было сегодня погодка хорошая за окном сухо сейчас пойду на рынок куплю себе фрукты буду заниматься рукоделием нет у меня такого длинного места где бы я могла в ширину заснять придется снять так там один такой уголок это вот та моя купленная кофточка сегодня я уже с ними в ней бегала по делам очень удобненько у меня в обтяжку кожаный плащ и туда нужно что-то одевать скользко и тонко достаточно теплый но очень в обтяжку вот я сегодня бегала под все идет видите короче было бы уже мне не по возрасту а так как будто бы не выставляются бока и очень даже очень даже симпатично смотрится эта кофточка она еще достаточно свободно и там угадывается размер но не угадываются все складки потому как ну куда деваться на шестом десятке складки уже есть спасибо всем кто заходит ко мне на канал лайкает меня пишет приятные комментарии неприятные я либо удаляю либо неприятно отвечаю поэтому милости просим только вежливых зрителей всем пока и